Часы. Настенные, наручные, настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы. Лучший подарок. Магазин часы. Первоуральск. Чкалово 43. У нас акция. Идеальные праздники с подарками из Золотой горы. А также специальная цена на кольцо с бриллиантом за 6499 рублей. У Золотой горы. Свой первый матч в четвертьфинальной серии Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом Уральский Трубник проводит с одним из сильнейших соперников – Красноярским Енисеем. На сегодня эта команда занимает первое место в турнирной таблице, но настрой у хозяев поля – боевой. Половину первого тайма обе команды безуспешно пытаются завладеть мячом. И лишь на 28-й минуте первоуральцы Андрей Орлов забивает гол в ворота противника и открывает счет. Поболеть за первоуральскую команду на стадионе собралось около 2000 любителей хоккея с мячом. Несмотря на то, что Трубник по итогам первого тайма лидирует, прогнозы звучат самые разные. Он пока играет, мне кажется, ни шатка, ни валка. Что-то и Красноярск не себя не показывает. Лед, он все равно такой вязкий, тяжелый. Видно, что им тяжело бежать. Потому что они когда подъезжают, такие отдышка идет. Ну, я думаю, нам это только на руку. Потому что Енисей скоростная команда. Кто возит туда-сюда, никакого интереса. А в чем причина? Причина? Это уже их тактика, стратегия. Я надеюсь, что они нам не забьют хотя бы два гола. Что Петя, кстати, забил гол и показал свое фирменное. Цыганенко, 12-й номер. Ты за него болеешь? Да. Во втором тайме красноярцы все же показывают свою силу. Ворота первоуральцев постоянно подвергаются атакам. И на 20-й минуте гостям поля удается вывести счет в ничью. 1-1. В ходе игры полузащитник уральского трубника Дмитрий Ширяев получает травму колена. Хоккеисты осматривают врачи скорой помощи и принимают решение госпитализировать. Основное время матча заканчивается в ничью. Чтобы определить победителя, судьи назначают два дополнительных тайма по 10 минут до первого мяча. Игра набирает обороты. И вот на 20-й минуте овертайма нападающий трубника Петр Цыганенко приносит своей команде победный гол. Первоуральские болельщики ликуют, а хоккеисты благодарят их за поддержку и анализируют непростую игру. Итоги победного матча оценивает и главный тренер первоуральцев Алексей Жеребков. По его словам, вырваться в лидеры его команде помогла новая тактика. Попробовали мы сегодня сыграть с соперником от обороны. Закрылись. Отчасти у нас это получилось. И на контратаках искали счастье. Нашли его. Болельщикам большое спасибо за поддержку. Они гнали нас сегодня вперед. И ребята пластались и за себя, и за первоуральцев. А тренер красноярской команды напоминает, пока рано подводить итоги. Ведь впереди у Енисея и Уральского Трубника еще как минимум один матч. Это серия для двух побед. У нас сейчас 180 минут, чтобы перевернуть ситуацию в нашу сторону на домашнее поле в Красноярске. Уже сегодня вечером хоккеисты Уральского Трубника отправятся в Красноярск, где 6 марта пройдет второй матч с Енисеем. Если первоуральцы вновь одержат победу, именно они пройдут в полуфинал. В случае победы красноярцев 7 марта состоится третья игра. Кристина Сипьева, Сергей Шемет, Интера ТВ.